Музыка Ну, миллион рублей. Смотри, какие бумажки. Можно по рубрику начитать в мешочек по железным. Можно бумажкой, можно вообще в единой европейской валюте или в долларах. Это же все по-разному. Владимир Чижма не просто миллионер. Он первый российский молодой врач, который получил свой миллион по программе «Земский доктор». Его коллеги смеются. Это справедливо. Владимир – настоящий земский врач. Сам Оренбуржец после того, как закончил медицинскую академию, собрал чемодан и приехал в Октябрьскую центральную районную больницу. Пациенты его любят. Галантный хирург с городскими манерами покорил сердца целого отделения. Молодец он. Неплохой, хороший. Молодец. Почему? Да. Ну, обходительный, внимательный. Подойдет и поговорит, и объяснит, как что. Ну, что еще надо нам? На нем уже большая нагрузка и большая ответственность. Несмотря на молодой по меркам профессии возраст, он трудится на всех фронтах. Сидит на приеме в поликлинике, везет больных в стационаре и, главное, оперирует. В городе к серьезной практике молодых врачей допускают с неохоты. Там всегда есть выбор. В селах альтернатива невелика. И почти сразу хирург берет в руки скальпель и ответственность за жизнь пациента. Владимир признается, это немного страшно, зато мгновенно учит принимать верные решения. На счету этого молодого доктора уже есть спасенные жизни. Ну, помню, был аппеницит у ребенка. У ребенка был, помню, аппеницит интересный, сложный довольно-таки случай. Там немножко поздно приехал ребенок. У него был аппеницит, перипендикулярный абсцесс. В малом тазу было скопление гноя. Вот. И немножко тяжеловато пришлось. Но, слава богу, ребенок выздоровел. В Рембурге там уже врачи с опытом требуются. А начинающему доктору лучше все-таки ехать на село, чтобы учиться именно приобретать этот опыт и учиться ответственности. Октябрьское ЦРБ, как ни крути, отличная больница. Новое здание, современное оборудование, да и сам районный центр всего в 70 километрах от города. В общем, вроде бы здесь не должно быть проблем с медицинскими кадрами. Но главный врач сетует все, как везде. Жуткий кадровый голод. То есть те врачи, которые были направлены по распределению, они в свое время были направлены по распределению. И подошло время, они стали уходить на пенсию. Вот только за последние 10 лет количество врачей в районе, оно ежегодно снижалось, снижалось, снижалось. Только за последние 10 лет снизилось с 35 на 10 тысяч населения до 23. То есть это о чем-то уже говорит, что происходило резкое снижение количества врачей у нас в районе. Врач давно специалист дефицитный. В стране не хватает 20 тысяч сельских медиков. В области почти 200. А молодой сельский врач и вовсе мечта любой больницы. Ведь долгие годы ни льготами, ни опытом, ни карьерными перспективами, никаким калачом не удавалось выманить выпускников медицинских академий за городскую черту. Впрочем, специалисты этому не удивлялись. Маленькая зарплата, конечно, низкая зарплата врачей в сельской местности никак не стимулировала ребят, даже любящих всей душой село, ехать работать в деревню. Народ стремился в города, где есть возможность помимо основной зарплаты врача 6-8 тысяч работать где-то еще торговым представителем в магазине и так далее и получать еще адекватных 1020 сверху. В общем, ситуация стала действительно критической. Сложно сказать, каких специалистов на селе хватает. В селах не хватает абсолютно всех врачей, всех врачебных специальностей. Очень сильно, остро стоит вопрос дефицита хирургов в Восточной Маринбурге, анестезиологов, реаниматоров, реаниматологов. Не хватает даже в самом Маринбурге 18 человек. Неврологов у нас дефицит очень большой и по городу, и по области. Сильно много не хватает врачей, клинических лаборантов. Терапевтов участковых тоже не хватает, педиатров не хватает. Все специальности нужны, все специальности важны. На самом деле проблема сельской медицины была всегда. Но в советское время она решалась в командно-приказном порядке. После окончания вуза выпускников распределяли. То есть буквально силой загоняли на территории, где требовались рабочие руки. Врач был обязан отработать три года в благодарность государству за высшее образование. При всей недемократичности метод работал. Но сейчас, что называется методом кнута, насильно загонять врачей в село никто не стал. Напротив, решили попробовать пряник. Миллион рублей получает любой молодой врач, который согласится подписать контракт на пять лет. Этот миллион не облагается налогами, и потратить его можно на что угодно. Причем выплачивают кругленькую сумму сразу, а не по окончании контракта. Более того, работодатель должен предложить новому сотруднику и другие социальные гарантии. Например, предоставить ведомственное жилье или оплачивать расходы на квартиру. В общем, земским докторам предложили честную сделку. Со всем уважением к начинающим специалистам. Вот этот миллион, это не просто деньги, которые пойдут на приобретение. Это еще и повышение престижа, профессии врача. Это не обслуживающий персонал, это высококвалифицированный специалист, которому дается миллион, для того, чтобы он пять лет достойно отработал. Это очень глубокий по смыслу проект, понимаете? Не только деньги, престиж. Вспомните, как раньше относились к врачам. Я думаю, что Путин это очень четко для себя обозначил. И вот этот миллион, это не деньги, это престиж, это квалификация, это как бы стимул для врача стать достойным такой оплаты. Это всегда есть. У настоящего человека вам дали хороший аванс. Вы всегда будете чувствовать, я должен это сделать. Такой жест многие оценили по достоинству. Например, Ксения Атанеева. Она с самого детства знала, что хочет быть врачом. Со второго курса определилась с будущей специальностью. Когда студентка впервые увидела роды, сразу поняла, помогать дарить жизнь – ее мечта. Гинекологию, ну я не знаю, я всю жизнь мечтала оперировать, как бы мне это нравится. И просто, не знаю, мне это интересно. Я обожаю беременных женщин, обожаю роды, вот эти груднички для меня это интересно. Я как впервые там поприсутствовала, поняла, что мое. И вот с третьего курса я вот определилась. Сейчас будущий врач-гинеколог проходит интернатуру в областной больнице. Ксения признается, единственная, в чем не была уверена, так это в месте будущей работы. Сама она девушка сельская, но ее профессия дает выбор и возможность стать городской. В общем, Ксения раздумывала долго. А потом появилась программа «Земский доктор», сомнения ушли. Ну, я думаю, это отличное дело. Конечно, для молодого специалиста, ну, сразу получить на руки, это, во-первых, миллион, это решение от жилищного, я думаю, многие решат проблему, да, потому что приезжая туда, мало таких поселков, которые сразу тебя обеспечат жильем. Там государственно дают, а тут сразу миллион, извините, на пять лет можно, за миллион можно купить жилье в поселке, и там они такие хорошие. Вот в Тюргане на миллион что можно купить? Ну, на миллион по нынешним ценам, сейчас как бы упад немножко, можно трехкомнатную купить квартиру. Ну, так, и еще останется на ремонт небольшой, такой легкий косметический. Ксения больше не сомневается. После интернатуры ее уже ждут в Тюрганской центральной районной больнице. И таких, как она, становится больше с каждым днем. Молодые люди слышат миллион, а видят хорошую возможность для старта. Когда появилась такая идея у нашего нынешнего президента Владимира Владимировича Путина, на его предвыборном этапе, естественно, потянулись врачи на село. Естественно. Потому что миллион – это достойная сумма, сумма интересная. Миллион – это та сумма, с которой можно что-то начать в нашей жизни. И, естественно, если у нас по выпускникам 2011 года 30 человек планируется выплата компенсаций по программе «Земский доктор», то уже выпускники 2012 года – это поедут на село в количестве порядка 50, а может быть и более человек. Идею даже не сам проект в сентябре прошлого года озвучил Владимир Путин. И вот уже программа «Земский доктор» действует. По самым скромным оценкам специалистов, дефицит медицинских кадров в Оренбурге закроют уже в следующем году. Правда, скептики говорят, это только временное облегчение. Ведь через пять лет все эти искатели сельского счастья могут собрать чемоданы и вернуться в города. Конечно, по окончании контракта каждый «Земский доктор» будет сам себе хозяином. Но врачи с многолетним стажем уверены – большая часть участников программы успеют обжиться в районах. Вы знаете, наверное, вот в свое время, я просто помню те времена, когда направляли в район по распределению, и люди приезжали. Кто-то с желанием приезжал, кто-то с неохотой сюда, конечно, приезжал. Но жизнь есть жизнь, и в течение трех лет они здесь осваивались, пускали корни, как говорят. Ну и многие, ну процентов 60-70, они дальше оставались здесь работать. Я надеюсь, что и сейчас вот эта возможность в течение пяти лет отработать на этом месте, в этих стенах, оно тоже так же повлияет, и где-то процентов 70-80 останутся, конечно, работать в этих стенах. Владимир Чижма, первый миллионер от медицины, только подтверждает эту точку зрения. Когда деньги пришли на его карточку, поздравить молодого врача приехала куратор программы Татьяна Шукурова. Она сама врач и с коллегой говорила на одном языке. Я задам вам нескромный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы здесь будете пять лет работать, а вы уже приехали, присмотрелись, коллектив, местность, дом, который, больные, коллеги. Есть у вас такая мысль остаться здесь? Есть, честно, есть пока. Есть. Но это не только от меня. Достичь определенного уровня, да, повышать свою квалификацию, повышать там профессиональные знания, становиться все более и более грамотным. Естественно. К вам все будут приходить, вас все будут знать, уважать, здороваться. То есть вы вот эту перспективу как бы смотрите, чтобы все-таки остаться здесь, чтобы не уезжали, вот приезжали и не уезжали. Конечно, есть такая мысль у меня, что, в принципе, и свое будущее, я именно как бы сейчас связываю, именно с Октябрьской ЦРБ. С Октябрьской? А если вы еще встретите здесь? Кого? Свою вторую половинку? Или она у вас есть? Ну, не знаю, нет пока. Пока нет. Нет? Ну, значит, тогда это надо девочке присмотреться, и тогда это будет стопроцентное здесь, коренной житель. И мы будем развивать наше село. Все равно Россия – это земля. Россия – это село. Интересная деталь. Миллион можно потратить на что угодно. Земские врачи вольны купить на него автомобиль, начать бизнес, подарить круглую сумму или сохранить на своем счете в банке. Но почти все молодые специалисты едины в своем намерении – купить жилье. Почему именно в том районе, куда едут работать? Владимир Чижма на свой миллион мог бы взять в Октябрьском отличный дом. Но он пока житель скорее городской, поэтому уже присмотрел квартиру в этой новостройке. Да, чувствую, что скоро будет своя квартира, свой угол. Хорошо. Вы обмолвили, что вы уже были. Ну да, здесь у меня семья знакомая живет просто. Вот, нормально внутри. Квартира лучше на планировке. Довольно-таки просторная кухня, просторная комната, лоджия просторная с выходом из кухни и из зала. Вот. Сейчас скажу, мебель пока присматриваю себе под квартиру. Вот. Скоро новоселье будет, думаю, через месяц-два. Наверное, будет. А значит, вопреки всем скептикам и сомнениям, программа «Земский доктор» работает. Врачи едут в села, едут не только за деньгами. Едут работать и уже морально готовы остаться здесь жить. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!